Привет, привет, ребятки, привет, мои хорошие. Как вы помните, в то прошлое видео у меня всё не влезло в одну часть, и поэтому видео пришлось разбить на две составляющие, и сегодня представляю вам вторую часть, заключительную той истории, которая происходила в предыдущем видео. Поехали! Так, краткое содержание первой части. Да, пожалуй, самое основное, у нас практически закончилась сена. И вот это всё, что и есть. Да ни хрена не хватит. И мы отправляемся в поиски за сеном. А пока попробуем немного почистить укос. В общем, погнали! В принципе, в принципе, ребята, из показываемого по чистке, нашего загона, это и всё. Старенькие уже видели неоднократно, это не интересно, а новенькие видели чуть-чуть и понимание к ним пришло, что происходит вообще. Замусолил. Ребят, ну, в принципе, всё то, что я хотел сделать на сегодня сделал. Может быть, немного и надо было сделать больше, но, в принципе, результатом доволен. Обе двери у меня в сарае открываются. Порядка десяти тачек вывез. Как бы, может быть, это немного. Но, думаю, это всяко лучше, чем просто лежать на диване и ковыряться в кубке. Как это делают многие в период свободный от работы основной. Но у меня вот так, пусть маленький, для меня, во всяком случае, но это личный подвиг. Да, да, ребятки, я понимаю, что можно было сделать гораздо больше. И, наверное, нужно было сделать больше, но это не первоочередная цель сегодняшнего дня. Главное сегодня это корма. Сено, в частности. Для новеньких ребят. Смотрите, полностью ворота открываются. И прочистил это всё равно туда, аж с запасом, чтобы этого чистения хватило гораздо надольше. Замёлся, замёлся. Давай. Что, Жорик, ты согрел свои очи? Попку согрел? Касавчик мой маленький. Ребят, ребят, временные трудности. Потеря ключей, ключи найдены. Погрелся, Жорка. Жора притащил какого-то голубя. Иришка жарила мясо. Это всё надо убрать, конечно, ребят, но несколько позже, когда уже приедем. Блин, прям ледок. Минус, минус пять, ребят. Сейчас машина отогреется, Иришка чайку попьёт, взбудоражится с утра. И едем на поиски сена. Очень сильно надеюсь, что из этого что-либо получится. Просто из-за 23 февраля везде выходные-выходные, а участника сена попросту нет. Поняли, туда подписаться. Погнали. Наши городские. Тихо. Это да. Ира меня не порадовала. Сегодня же пятница, вроде, всё должно работать. Ира говорит, что сегодня, несмотря на то, что пятница, всё-всё выходное, всё не работает. Куда мы едем, зачем мы едем, но попытаться надо. Откуда я знаю, я посмотрел по компьютеру, там пятница показывают. Я думаю, как раз праздники прошли. Пятница. Ух ты, мы тут сходили, ребят, по делам. Я потихонечку еду. Еду, еду потихонечку. Едешь, ездишь, да. Сейчас сходили по своим делам, ребята, сейчас грустно и печально отправляемся на адрес с сеном. Но я так понимаю, в принципе, можно было не ехать вообще. Но я-то не предполагал, я умно всё рассудил, у меня умно всё разложилось как надо. Должно было спросить. Ну а ты понимала, что я могу не умно разложить? Конечно. Нет, в плане Маласкса. Ты так уверен на это, я думала, ты проверю. Пятница. А как я проверю? Я думала, ты проверю. Думаю, ну мало ли, может быть, на сайт зашёл. Да, да, у них один сайт. Интернет они представят, интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Я не знаю, знаешь, я была уверена, думаю, может быть, ты отсутствовал, думаю, что ездил где-то там. Да, туда съездил, узнал. Ира, во мне нельзя быть уверенным никогда. Надо всегда что-то там спрашивать. Мне хотелось по-другому. Как? Чтобы я была уверена всегда в тебе, да. Это сложно, ну, в плане со мной как-то. Теперь я понимаю. А до этого нет? Нет, до этого нет. 8 лет мне не научили. Ну, судя по тому, что машину так мало-мало-мало, скорее всего не работает. То есть, светопор не работает. Уступи дорогу у нас. Всё, не в наш адрес. Просто походка. Ну, это настроение походку создаёт что-то изнутри, животворящее. Согами какой-то подпрыгивали. Омниная водица. Ребят, ребят, да, я, может, не это того, но ворота вроде бы открыты. Возможно, нам повезло. Видите? Видите? Сейчас узнаю. Сейчас узнаю. Здравствуйте. Есть сено у вас? Продается? Работаете вообще? Пройдите на мясо. Ага. Хорошо. Здравствуйте. Сено есть? Смотрю, не открывается. Есть сено? Сено есть. Видно, у нас нет. А, вон оно как. Тюк один большой в прицеп. Ну, сам я не закину. Я его скидываю еле-еле, когда выгружаю. Нету никого. Ну, я понял. Ну, всё, тогда получается, да? На прицеп налетовой. Здравствуйте. Да, да. Может, я сейчас вот этих трубчок попрошу. Ага. Сейчас я закрою вам, чтобы не холодно было. Так же цена осталась? Две с половиной или сколько? Две. Две. Да. Две зелёные, а люцерка 1800. Ага. Люцерка, да? Да, да. Ага. Зелёная две, а не зелёная 1800. Какой-то поменьше. Ну, сейчас расскажу. Но факт тот, что грузить некому, Ир. Сейчас найдут, если мужичков. Ну, нам бы хоть бы двоих. Ну, да, да. Ну, сейчас они вот пошли узнавать. За две будем брать, вот которые побольше. Ну, значит так. Кажись, кажись живём, ребята. Живём. Опа. Я что-то не понял, мне показалось или все она подешевела? Подешевела. Две с половиной, по-моему. Две тысячи рублей. Люцерка, ну, теперь заживём. А то у нас прям впритык, впритык. Даже, возможно, не притыкивалась. Но могло не хватить на те дни, пока мы будем на работе. Ес. Теперь за зерном, но это дело проще. Даже если тут не будет, можно в ведро там купить. Ну, как понял, там. Короче. Ребят, едем за зерном, и вроде как и тут нам повезло. Вроде как работает. Лишь бы было непосредственно само зерно. Вон, дядька, что-то тырит, мешки какие-то накидывает. Но, видать, что-то есть. Главное, чтобы было зерно. Опа, багажник открывает, чтоб с прицепа не потеряли. Ага, всё. И удача стороной не обошла. Уверен я на миг, что я многого достиг. И сено, и зерно. Ого-го. Так пятидесяти летний дядьки и поют. Я тебя видела на столе, там оставила твою заначку. Не надо так. Я уже оставила. Хитрого. А что не больше? Для себя же любимого. Не больше. У меня бюджет не позволяет. Ты всё, что могу позволить. Себе. Там праздник 8 марта. Ты тут так знаешь, во всём остальном, а так. Ой. Как ездить. До 8 марта не позволяю. А потом... На 2 тысячи. Ребят, подсказывайте, спишите ваши советы, что можно купить киришки на 2 тысячи, чтобы прям вот так. С верверками. Поехали. Ой, тёшка сегодня писала комментарий. Говорит, случайно наткнулась на рогаликов рецепт. Говорит, так, думала, потом забыла о рецепте. Ржала. Говорит, так и не поняла. То ли вы всегда такие епанутенькие. Ну, у нас положительным аспектом. То ли это просто одно видео такое получилось. Не, ну сейчас стареем, наверное, уже искр меньше выскакивает. Но всё равно. У нас может выскакивать, но не из того места. И не так искрят. Ты знаешь, как порох уже подмоченный такой. Подзарел. И без искры, и без характерных взрывов. Просто... Ну, пытаемся. Ребята, это я сейчас показывал стену мясокомбината. Нашего, который был, ну не знаю, международного или уровня. Ну, по стране точно распространял всё мясо. Но вот сейчас всё, что осталось. Так вот и развивается наша страна. Понял, ты видео не смотрела? Он же мне привёз коврики. Блин, 4 коврика за 1700 с этой обводкой. Такой белой почти. Это я помню. Я же их отдал. Он мне привёз потом 2 других. Только передние за полторы. Я говорю, вы же мне позвонили по цене, знаешь, ну тот 4 за 1700 или 2 передних только за 1500. Я же ему так и говорил. Я говорю, вы, ну как узнаете, может 2 будет проще. Если гораздо дешевле, я только 2 возьму. Мне, в принципе, задние не нужны. Он говорит, хорошо, я узнаю. Но никто ничего не звонил. Вот тебе 2 за полторы. Она говорит, ну ты же от тех отказался и от этих отказался. Говорит, так я говорю, я не отказывался. Я первый, который у вас купил, я говорю, я сразу заберите их и всё, отдайте мне деньги. Они меня не устраивают. Он сказал, нет, мы сделаем всё бесплатно, без каких-то аспектов. Знаешь, переделаем как тебе надо за те же деньги. Ну давай посмотрим. Потом же, когда вторые я ему отдал, он говорит, без проблем я их продам. Говорит, давай сделаем, ну как тебе надо, добьёмся результата. Да, да, да. Ну в итоге результата он добился, ну блин, за 1500 два коврика. Да, то есть два коврика. Надо было без белой обводкой оставлять. Ну, наверное, они всё равно чуть-чуть косячные, чуть-чуть. Но ещё и с белой обводкой, ну так. А если он сказал, в принципе, за те же деньги, значит, сделаем как надо, ну почему нет? В итоге, ну как, они охеренные коврики, прям чётко сделали. Он говорит, ну ты ж пойми, у них семёрки нет, они ж не могут примерить. А нахер они тогда делают? Зачем для семёрки делают? Мне костюм делают, который на меня не налазит. Я говорю, ну ты ж пойми, у них твоих выкроек нет или как? Ну да, да. Так нахер мне такой костюм, знаешь? Да, если они косячат, брак гонят. Но они же делают для семёрки. Да, пускай где-то один раз найдут семёрку, сделают, ну как вот эти лекала, да, и делают. Ну я, короче, ничего не понял, но обиделся, больше я туда, наверное, не поеду. Лучше до Петрухи. Ну, гораздо проще. Ну, по цене, в принципе, то же самое. Нахер. По-хорошему, я бы лучше на разборке простые резиновые за 500-300 рублей взял бы. Для семёрки вот так вот, знаешь, с головой мне бы пошли. Ну и, ну уже... Ты ж пойми, они ж тебе там и больше материала пошло, и всё-таки зачем мне это объяснить? Ты мне позвонить надо и расскажи эту историю, скажи, поэтому будет стоить, потому что больше материала прошло, и всё такое. Пойдёт или не пойдёт. Ребят, мы уже в пятёрке, быстро телепортировались. Надо купить селёдки, картофелю, который остался, селёдки не осталось вовсе. Да, вот сегодня надо. Опа! Ромовая бабка или как-то шоколадная. Ну ладно. Я такое люблю. Такую же? Ну не знаю, такую же, можно какую-нибудь другую взять. А тут ты думаешь, не ракушки... А тут без ракушки, это щупальца. Это такой же морской коктейль, Андрюш. Да? Такой же точно. Это не ракушка, это вынутая уже, это то, что съедобная. Оно одинаковое, в принципе, из морепродуктов в масле. Тут щупальца больше, с присосками, а тут порезанная. А зачем тебе с присосками? Ну такого, наверное, не... А тут такие, просто, как мы видели, в рубле. Ну чепчики вот эти, порезанные. Чепчики, да. Красиво. Молоко. Кальмар в соусе сливочной. Тебе такое надо, да? Да я вот просто, смотри, вот есть. Ау. Надо это на хлеб мазать. Все тогда. Так, я вот это печень? Да, щупальца. Вот еще не начата будет, только ромовая бабка. И вот этот, на хлеб мазать крабики. Да, да. А давай к чаю что-нибудь возьмем? Какое-нибудь печенье или... Ну, у тебя-то есть, а у меня-то нет. Так это опять мне получается, не почистить. Чему тебе? Мне? Нет, не тебе. Все тебе. Вместо селедки, которую хотели брать, что-то понабрали уже. Хересколько. objective. Поделиться в этот. А где-то. Не можно, переставлять в этот. Верно! Комент. Отлично, ребята. С сеном, зерном. Жизнь наших животных, и наша нервная система спасена. немаловажный фактор. Спасены ребята наши. Ты уже тут, Джолка, ты уже тут, вот так. Ребят, ребят, сейчас небольшой перекус, чайку жахну, сил молодецких наберусь и выгрузка сена. Как раз, как раз подзаряжу камеру. Давай-ка, ебей. Ребят, силы в руках прибавилось, что соответственно разгружаем сено и заканчиваем наше маленькое очаровательное видео. В этот, в этот раз взяли тюк побольше, чуть-чуть подороже, он мне не поддается. Не одно, так другое. Самый, самый простой способ в этой ситуации, чуть-чуть проехать вперед, хотя там практически некуда, но выбор невелик. Просто могу выломать фару, чего не хотелось бы. Казалось бы, дюк не намного больше от предыдущего, но в плане перекантовки, передислокации, это прям существенно ощутимо. не зря, не зря Иришка остановилась не на такт, может чуть и просунулся, но это не точно, чуть-чуть просунулся. Дай бог этого будет достаточно, много и не надо было, но... Блин, ну на вид примерно такой, но сказала тётка, которая продавала, что этот тюк больше и зеленей и дороже. Чувствуется, чувствуется. Вот так. Это прям отдельное видео надо делать. Выгрузка сена, это песец. Зажата, аж прогнула туда дверь. Тут тоже зажата, я его и так толком не подниму, тяжелый тюк, а когда он еще зажат с двух сторон, опа, то есть он чуть-чуть приподнимается, упирается в петлю, все. Ребят, ну по идее нужна помощь, Иришку напрягать не могу, травма шеи, нагрузки противопоказаны соответственно, и исходя из того, что сегодня выходной, вроде как, попробую дозвониться братишке и вызвать его на помощь, ну это просто какой-то капс. Молодец, я застрял, я застрял. Месяц, да, хватит. Того же чуть осталось, уже больше месяца прошло чуть-чуть, но обычный тюк этот как раз на месяц. Алло, Антоха, ты дома? Можешь минут на 15-20 подскочить, мне сено перекатить, не тянуя программу? Только так, ну грязное что-то оденем, Антоха. Ага, давай, спасибо, давай. Сейчас, ребят, пока Антоху жду, закачу прицеп, какие-либо дела ещё поделаю незначительные, с Антохой победим по-любому. Два не один, всё будет гораздо проще, количество порой играют решительную или значимую роль. Ребят, решил попытать удачу, но пока Антоха идёт, не ожидал, приятно, польщён. Хоть у кого-то что-то получилось. Отлично. Тихо, 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 не кидаются. Вряд ли, Антоха. Вот, фронт работы застрял. То есть я его пытаюсь поднимать, Антоха, а он вот так наискосок стёк, туда и в калитку в петлю кирается. Его надо как бы вот так поворачивать и... Ну, сейчас попробуем. Рам 253, Антоха. Считай, становая или как. Фигня, ну да. ПЕСНЯ 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 Спасибо. Размёрзлый. Подмёрзлый. Ага. Всё, спасибо ещё раз. Куртку. Думал, ребят, эта миссия не будет выполнена никогда. Но оказалось всё гораздо проще. Когда два человечка делается легко и непринуждённо. На этом всё, ребятки. Пока. Добра и хорошего настроения. Подписывайтесь, если хотите. Оставайтесь с нами. Смотрите вот эти видео, которые появляются здесь. Пока. Жора какого-то голубя принёс. Блин. Распотрошил. Ну это ладно, уберу. Здесь ещё работа. Надо монтировать. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова